И снова здорово, ребят! Я знаю, как вы обожаете турниры, и у меня для вас хорошая новость. Помните, я рекомендовал вам Молодой человек из Гилнеоса Лёшу Абузера Саня, ты в порядке? Эй, ты в порядке, Саня? Активно слежу за развитием канала и скажу вам, что кроме качественного контента и игры в Легенде, там ещё можно знатно поугарать. Совсем недавно Абузер попал в Тролльден, что, естественно, говорит о весёлой атмосфере на стриме. Так вот, по поводу турнира. Помимо скорого розыгрыша 60 паков, почти каждые выходные Лёша проводит регулярные турниры с хорошими призовыми для своих подписчиков. Рекомендую подписаться. Все ссылки вы найдёте в описании под видео. Минус глазастик, минус раза, минус кобыла, минус коридор, плюс что-то похожее на контроль мету. Именно такой арифметикой можно описать состояние меты прямо сейчас. Агрота неплохо так просела по мощи и пока что скитается в поисках хороших замен. Значительная часть ладдеров всё больше пересаживается на контроль колоды. А остальные пока что сидят и жаждут потратить пыль с занерфленных карт на что-то реально стоящее, что 100% будет отлично поднимать их по ладдерной лестнице уже сейчас. Ведь с этого момента все игроки в каждом новом сезоне будут падать лишь на 4 ранга ниже достигнутого. И именно для нетерпеливых, уже готовых ринуться в бой, это видео и предназначено. Сегодня я отобрал для вас 6 лучших первых колод меты после февральского нерфа. И нет, здесь не будет куболока. Думаю, он всем уже достаточно надоел. А за микрофоном, как всегда, плагиат. И я буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если ролик понравится и окажется полезным. Ну а мы начинаем. Первая колода, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это Big Spell Mag. Вариаций этой колоды на данный момент очень много и чаще всего заменяют что-то из тяжеленных лейт-карт и карт, которые противостоят агрессии. Для этого топа я выбрал самую стабильную вариацию, но опять же повторюсь, другие не исключаются. За последние 30 дней колода имеет 51% общего винрейта и он постоянно растет. По винрейту против отдельных классов я информацию вам не приведу, так как для этого требуется как минимум месяц. Стоит все это делать 9720 пыли и все крылья каражана. Замени чаще всего подвергаются грязной крысы в пользу вестников рока при столкновении с кучей агроколод. Смоляные стражи иногда не встречаются вовсе. Например, когда мета, как сейчас, в большинстве своем представлена контроль колодами. Также в некоторых колодах вы можете заметить отсутствие айсблоков, так как иногда они могут заруинить вам новая ауэ ярость дракона. И магические деспоты могут быть заменены на зорких разведчес, если вам вдруг захочется выставлять ДК или Медива уже на пятый ход. Остальные карты я, например, считаю очень нужными, а отдельные, по которым мы сейчас пройдемся, незаменяемыми. Сразу о легендарках. Ледяной Лич Джайна это 100% карта, которая должна быть в этой колоде, так как она является воплощением супер поздней игры и дает вам преимуществ куда больше, чем просто похищение жизни с ваших элементалей. Аланна также, на мой взгляд, карта, которую не заменить, так как, по сути, это один из винкондишнов колоды, ведь мало кто сможет выжить без зачистки стола полного дракона в 5-5. В случае с Аликстразой я бы сказал 50 на 50. С одной стороны, она, естественно, отлично спасает против назойливых агроколод, таких как Секрет Маг, когда вы уже зачистили и захватили стол, но у вас 6 хп ровно под огненный шар. И с другой стороны, Аликс убирает нужду усердно бить в лицо противнику на контроль колоде, ведь в один клик его хп сократится в два раза. Я бы скрафтил. И последняя карта, Медив, для многих игроков самая проблематичная, так как она находится в Каражане. Поверьте, Медив стоит того и вносит двойную пользу за каждое из трех заклинаний, разыгранных под Атиешем, что дает огромный темп и без него винрейт Биг Спеллмага просядет достаточно сильно. В остальном, весь геймплей этой интереснейшей деки состоит из выживания в начале и середине игры и последующей давки оппонента в конце игры. Классическая контроль колода. К слову, с куболоками она хорошо играла еще до патча и вообще сейчас она держится достаточно крепко, поэтому я не удивлюсь, если в свежем мета отчете она займет хотя бы тир 2. Вторая колода, которая сейчас не перестает меня удивлять, это Спелл Охотник. Кандидат на самую агрессивную колоду этой Меды после паладинов. И нет, я не считаю, что показать эту колоду вам будет пропагандой агроты, так как этот хант реально интересен и мне доставил кучу позитива. Сейчас играется две вариации, в одной из них присутствует Барнс и Шарадж, во второй нет. Собственно, ее я вам и показываю, так как потерпел пару фиаско на стриме из-за парочки существ, что не дало возможности боевому ключу Рокделлара сработать, поэтому вариацию без существ я считаю понадежней. Колода за последние 30 дней имеет 60% винрейта, и я думаю, у нее есть все шансы его сохранить и в этой мете. Стоит Спелл Охотник 5660 пыли и 3 крыла Каражана, что естественно уже создает проблему с фокусом Котусом, который очень трудно поддается замене. Так как архетип только недавно сформировался и вариации колоды сейчас только две, то насчет замен именно в этой деке, если у вас нету Зова Лисов, можете спокойно менять его на еще один секрет. Например, вторая взрывная ловушка сделает колоду еще более агрессивной. И если у вас нету дека Роксара, то это тоже не очень смертельно, ведь он в колоде играет роль исключительно как шанс победы в поздней игре против контроль колод. И если вы не будете испытывать проблем с долгими играми, то крафтить его именно для этой колоды смысла немного. Что до геймплея, Спелл Охотник это крайне агрессивная агроколода, которая благодаря силе героя и очень сильной особой синергии, вместе с оберегом, который может вызвать условного смертокрыла уже на пятый ход, способна потягаться вообще с любой декой. Так как игра агроколодами нередко весьма проста, я считаю важным его значить мулиган. Мы всегда хотим увидеть в руке свечка стрел, секрет типа блуждащего монстра или фокуса Котуса и вместе с секретом оберег, вне зависимости от матчапа. И последнее, что я не устану повторять, это механика такой карты как выслеживание. Помните, что при выборе одной из трех карт, те две, которые вы не выбрали, сбрасываются и пропадают из колоды. Не мог я вам не рассказать о третьей колоде, на которой Сильвернейм взял топ-10 легенды. Это в какой-то веке заигравший Экзодия Паладин, которого сам Сильвер в шутку называет Бурглибули Паладин, так как одноименная карта Ворват и Задиры играет в ней очень большую роль. Сразу скажу, что эту колоду я лично рекомендовал бы людям с обширной коллекцией, а не для тех, кто готов потратить всю пыль на ее одну. Хоть сейчас колода находится на пике винрейта. За последние 30 дней общий винрейт этой колоды составил 59%, что меня неплохо удивило. Однако такой винрейт в случае именно Экзодия Пала был достигнут благодаря малому количеству игр. Колода от Сильвера стоит 12 тысяч 20 пыли. Символично, не правда ли? Из замен, хоть я уверен, что человек, решивший собрать эту колоду, вряд ли будет задумываться о них, я предлагаю великодушного Джина или Свет Небес вместо Запретного Исцеления и Слизня вместо Харрисона. Правда, вторая замена более критична. Остальное я бы оставил как есть, особенно ссылаясь на результаты Сильвера в ладере. По геймплею, эта колода, как любая другая со словом Экзодия в названии, направлена на осуществление какой-то комбинации, в результате которой оппонент не будет иметь ни малейшего шанса победить. Что означает, что игра будет представлять из себя симулятор выживания Декамбы со всадниками Апокалипсиса Утро Черного Клинка и в холодном расчете количество нужных монеток для реализации этой самой комбы. Для справки. Если при помощи силы героя ДК Утро вы призовете четырех разных, подчеркиваю, разных всадников, которые призываются один за одним, то вражеский герой отлетает как очередняра. Причем, вне зависимости от того, есть там ледяная глыба или любая другая неуязвимость, всадникам все равно. После всего вышесказанного, я надеюсь, у вас отпадут все вопросы касательно того, почему в колоде так много добора и ворватые задиры. Но мне остается сказать, что если у вас есть возможность скрафтить эту колоду без каких-либо проблем, то навеселитесь вы вдоволь. Да и винрейт сейчас у нее подобающий. Хотите верьте, хотите нет, но вот возвращение в мету четвертой колоды топа я лично ждал практически столь же сильно, сколько контроль воина. Но если КВ так и не выстрелил, в моих руках как минимум, то Миракл Разбойница считайте снова на коне, если, конечно, тенденция на контроль колоды будет держаться. Начнем с плюсов. Колода далеко не самая дорогая, стоит 6680 пыли. На данный момент имеет крепкий винрейт в 55%. Так как это Миракл Рога, она отлично играет против контроль колод с противными тяжелыми существами при помощи ошеломлений и злолистов. Она также имеет отличный бёрст потенциал через Хладнокровие, Лероя с шагом сквозь тень и Эвиками. И самое, на мой взгляд, главное, как минимум для тех, кто хочет максимально рационально тратить свою пыль, это тот факт, что из этой колоды в вольной со следующей ротацией выходят только две карты. Фальшивые монетки. Все остальное остается. По крайней мере, пока Близзы не анонсировали карты, которые ведут в Зал Славы. Скрестили пальчики. И да, если вы вдруг до сих пор не заметили, для каждой колоды я специально указал количество карт, которые ведут в вольный формат через два месяца и их суммарную стоимость по пыли. Мда. Из замен в Миракле можно махнуть фолдорайских странников на великанов. Больше ничего предложить не могу. В современной Мерклроге появились попытки противостояния Агроте и еще одни активаторы для эльфа Министрелли Злолиста и Шру в виде огневичков. Уже упомянутые эльфы Министрелли, как невероятно полезный добор, если вам в руку еще не зашли поганые аукционисты. И фолдорайские странники, как замена великанов с отличной синергией добора того же аукциониста. Планы игры этой колоды со всеми тонкостями рассказать достаточно сложно. И если вы ни разу не играли на этой колоде, то боюсь Лустрика вам не избежать. Но это не точно. Скажу лишь, что примерным геймпланом будет либо Алын через Ван Клиффа, как один из винкондишенов, либо добротная раскрутка аукциониста и затем правильное использование полученных ресурсов для победы над оппонентом до крайне поздней игры. Да и даже там, как я уже сказал, вас подстрахуют ошеломления и цветки. Боюсь, что дабы овладеть этой колодой хотя бы на уровне неплохо, моего мини-гайда в этом видео недостаточно. Поэтому настоятельно рекомендую почитать гайды по этой колоде или выловить хорошего проигрока на Твиче, для того, чтобы хоть немного влиться в тему. Ну а пока будем надеяться, что колода не выйдет из меты так же быстро, как в нее попало. А мы переходим к деке номер 5. На пятом месте у меня расположилась колода Темпа Жреца. И называется она так только потому, что Жрец на Злой Призывательнице это слишком громоздко и долго. Эта дека является самой дешевой. 3200 пыли, хоть Каражан там присутствует, с отличным винрейтом, 58%. Поэтому ее обилие в ладере обеспечено. Из замены вместо слизня вы можете положить Харрисона, если таково имеется, потому что куболоков никто не отменял. И если у вас нет сверхкорней, но есть сумречные послушники, то на мой взгляд они полностью взаимозаменяемы, хоть и выполняют две кардинально разные функции. По геймплею все сравнительно просто, что является еще одним аргументом в пользу крайней популярности этой колоды в ладере. Вы сначала ставите зеленые карты, потом желтые, но с ними поаккуратней, потом на шестой призывательницу, ну и примерно там игра должна закончиться. Если серьезно, игра за таких жрецов примерно так и выглядит. Скажу лишь о мулигане. Если вы уверены, что играете против контроль колод, оставляйте призывательницу. Понятное дело, всегда сбрасывайте тяжелые заклинания на старте и будьте внимательнее с драконами в руке. Если у вас их не будет, все соответствующие синергии канут в лету. Сначала я думал оставить 5 мест в этом топе и максимально избежать агроколод, которые до сих пор показывают себя на уровне. Но из-за того, что они ослаблены достаточно, чтобы не выносить вдумчивых контроль игроков без шансов уже к четвертому ходу, почему, собственно, и не показать? Шестое место. Секрет маг. Представленная колода имеет зубодробительный и мозговыносящий винрейт в 61%, стоит 4020 пыли и не требует каражана, так как портал можно получить за вступительное крыло. То есть по факту секрет маг является идеальным кандидатом для колоды в легенду для любого начинающего игрока. После патча в ней поменялась лишь одна вещь. Появилась одна копия нового секрета, а именно зелья превращения. Это было сделано как контракт куболокам, ведь когда они ставят куб, он сначала поглощает условного стража ужаса, а затем превращается в овцу. Одним словом, в элью. Так как колода крайне бюджетная, замены я предлагать не буду. И нет, петроглиф лучше не заменять, он крайне важен и делает для колоды очень много. Что до геймплея, здесь все крайне просто. Ставишь секреты, существ и пытаешься взорвать портрет оппонента. Овладеть искусством глины, о, то есть секрет мага, не сложно. И вполне возможно в пределах 50-100 игр. Главное не делать такие глупые ошибки, как розыгрыш антимагии до того, как оппонент потратил монетку, или неправильный мулиган. К слову о нем, мы 100% хотим в начальную руку монозмея, петроглиф, арканолога или ученицу-чародея. В идеале первые ходы будут выглядеть как монозмей, в арканолога, в мага Керентора, в секрет, в разносчицу кристаллов. В 4 хода, естественно, не, не в 1, не путайте. В качестве эпилога скажу, что в новом топе мог поместиться еще и мурлок 1, плюс милразбойница на клинке. Однако для того, чтобы ролик не получился слишком длинным, мне пришлось, так сказать, пожертвовать колодами, насчет которых я не очень уверен в случае с милрогой, и насчет которых и так все ясно, как с мурлок 1, в том плане, что он очень жесткий и слабее после нерфа не стал. Ну а на этом все, очень надеюсь на ваш лайк и подписку, так как над роликом я изрядно постарался. Ну а мне остается позвать всех тех, кто еще не в курсе, на мои стримы каждую среду и субботу в 18 часов по МСК и в свою группу ВКонтакте. А за микрофоном был, как всегда, Плагиат, удачи в ладере и, конечно же, увидимся на стримах и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok